для медицинских работников нашего региона, которые могут помочь в работе с различными проблемами или сложностями, связанными с психическим здоровьем. Ну, в целом, здоровье. И до того, как провести какие-то лекции, мы решили собрать информацию с региона для того, чтобы понять, что происходит у людей в жизни, что происходит у людей на работе, и что происходит, с чем они сталкиваются, и что бы хотели они послушать, обсудить вместе. И у нас получился такой интересный опрос, и потом у Наэль было такое желание поделиться с вами. И, конечно, это здорово. Мы поделимся результатами, я поделюсь результатами опроса, и потом будет интересно подумать, что вы думаете в целом о вопросе, что вы думаете каждой своей стране. И я просто надеюсь, это положит начало чему-то хорошему в плане того, чтобы понять, что происходит в регионе в плане здравоохранения, точнее, психического здоровья, с чем люди сталкиваются в своей работе. И это может, конечно, помочь какие-то мероприятия создать, решить, наладить. Как в регионе, так и в стране каждой. Я сейчас поделюсь презентацией. Я могу доделиться экраном, Слан, да? Да, 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 да. Так, сейчас я share screen сделаю. Видна презентация? Видны основные слайды или же второй экран? Второй тоже видим. Второй экран виден. Второй экран виден. Тогда давайте сделаем так. Я тогда сделаю вот таким вот образом. А, так крупнее. Так лучше, да? Да. Так, или так пойдет? Мы видим второй экран. Хорошо. Хорошо. Тогда мы провели опрос, и целью, как Ноэль сказал, опроса было понять сложности, с которыми сталкиваются христианские работники здравоохранения в регионе. Мы говорили вначале о медицинских работниках, просто потом так получилось, что к опросу присоединилась группа психологов из Кыргызстана, и поэтому получилось такое более... Не совсем медицинские работники, поэтому я назвал работники здравоохранения. То есть люди, которые присоединились, это... христиане, которые работают в сфере психического здравоохранения, в основном большее количество их из Кыргызстана. Цель была понять, что происходит у них в жизни и в работе, с какими проблемами они сталкиваются, и чтобы это помогло нам определить наши интерактивные занятия с ними. У нас в опросе было 16 вопросов, и у нас было 61 респондент, 5 мужчин и 56 женщин. И как вы видите, возраст мужчин и возраст женщин. Нормально видны цифры буквы? То есть в верхней части экрана есть дисплей сеттингс. Нажмите там, и, скорее всего, там должно быть. Спасибо. Вот, отлично. Да, то есть у нас, как вы видите, возраст респондентов от 23 до 72 лет. 5 мужчин было, и 56 было женщин. Значит, некоторые демографические показатели из 60 одного респондента 38, где-то 23 человека было из России. Вот вы видите разбивку по стране, сколько людей было, откуда. Очень интересно, разбивка была по профессии. Большая часть респондентов была врачами, это около 50%. Где-то 11 человек было среднемедицинский работник, это медсестра фельдшер, 2 студента было, 10 человек психологов было, и было 7 человек, у которых была другая профессия. То есть это, если я помню, это был, допустим, бухгалтер, пенсионер, администратор. Вот как-то вот эти люди попали тоже в сервей, вот, и тоже выразили свое мнение, ответили на вопросы, да, спросникам. И, соответственно, возрастная группа, если, как видите, большая часть респондентов молодого, среднего возраста люди, да. Есть какие-нибудь вопросы по этому слайду или замечания, наблюдения? Я перехожу к другому. Вот один из таких больших вопросов, испытывали ли вы выгорания, да. И, как вы видите, 40% респондентов ответили, что они существенно испытывали, да, или существенно, то есть мы объединили, да, и существенно, вот, около 30% испытывали умеренно, то есть большее количество респондентов испытывало выгорание. А, и я забыл сказать очень важную вещь, что 61 человек, это количество респондентов на наш опрос, конечно, это не репрезентативная, да, не репрезентативная выборка, то есть мы не можем применить результаты вот этого опроса на более широкое население нашего региона, именно вот христианских медицинских работников, потому что выборка была такая, какую мы смогли собрать. Ну, тем не менее, я предполагаю, что опросы, они имеют очень полезную информацию, вернее, ответы имеют очень полезную информацию, и, соответственно, из-за этого мы можем какие-то свои выводы делать и думать активно, да, несмотря на то, что выборка у нас такая не репрезентативная. Так, следующий вопрос, это такой очень важный вопрос, на мой взгляд, это насколько люди чувствуют комфортно обсуждать вопросы психического здоровья с коллегами и даже с руководителями церкви, да, то есть, как вы видите, большая часть умеренно или комфортно, да, тем не менее, интересно, что около 20% респондентов некомфортно себя чувствуют обсуждать психические проблемы свои или с коллегами или с руководителями церкви, то есть, что-то мешает, не знаю, что, но в любом случае вот такой вот ответ. Другой очень важный вопрос, обращаются ли люди, обращались ли люди за помощью по психическому здоровью, да, большая часть респондентов ответила, что они не обращались, и когда мы увидим проблемы, с которыми люди сталкиваются, естественно, для меня это как бы вот значительно то, что у людей есть сложности и люди не обращаются за помощью по психическому здоровью. Следующий слайд я перейду. Если есть вопросы, то есть, или наблюдения, просто скажите, и мы остановимся на секундочку. Значит, следующий вопрос у нас был, опишите проблемы, влияющие на ваше психическое здоровье и благополучие. То есть, это вопросы здоровья и благополучия самих респондентов, то есть, работников здравоохранения, медицинских работников, психологов и так далее. Как вы видите, список, он, я систематизировал список, было очень много разных проблем, но вот я их объединил в темы, и как вы видите, основная проблема у людей это стресс и конфликты на работе, какая обстановка у людей на работе, то есть, она одно может вызывать другое, стресс может вызывать конфликты, наоборот, конфликты на работе могут вызывать стресс, но тем не менее, это 25-26% респондентов, они ответили, да, стресс в личной жизни, конечно, влияет на благополучие. Очень многие люди говорили о проблемах финансов, да, то есть, финансовой сфере у себя, и, конечно, вот, перегруженность, люди очень загружены на работе. Я просто дам пару секунд, чтобы посмотрели еще на, что еще есть в списке, да, выгорание тоже здесь есть, 8%, на людей влияет политическая ситуация в стране, в мире, да, людей проблемы со сном, тревога, выраженная агрессия, да, интересно, что 7% респондентов ответили, что у них нет проблем, которые влияют на их психическое здоровье, да, это немножко уникально для нашего времени. Здесь вопрос о том, какие проблемы на рабочем месте влияют на производительность, то есть, что происходит на работе у людей, что влияет на производительность респондентов, да, в 2% нет проблем на рабочем месте, невероятно, вот, вы видите, как вы видите, как вы видите, больше половины респондентов ответили, что проблема у них связана с конфликтами, с обстановкой на работе, это тоже, конечно, такой обобщенный, обобщенный раздел, туда входят и проблемы с начальством, когда начальство не понимает, руководство не поощряет, когда стресса много между коллегами, то есть, это все вошло вот в эту группу конфликта, обстановка на работе, вот, около 20% людей говорили о том, что они перегружены, у них очень много работы, у них мало свободного времени, они устают, и, конечно, следующая большая проблема это низкая зарплата и конфликт людей в плане того, что брать взятки с пациентов или же не брать, то есть, если не брать, то как зарабатывать деньги, как продержать свою семью и так далее, и где-то там 7% это выгорание, естественно, выгорание влияет на производителя гораздо больше, да, то есть, ну, во все же 7% людей упомянули это, здесь стресс, агрессия, нехватка времени, как видите, прокрастинация и так далее. Следующий слайд это ответ на вопрос с какими психическими проблемами вы сталкиваетесь у людей, которым вы оказываете услуги. И, соответственно, здесь более широкий список и, как вы видите, треть респондентов ответила, что это депрессия, это тревога, агрессия, неврозы, апатия, фобия, вот это наиболее часто распространенные, да, симптомы, с которыми люди приходят к медицинским работникам. Ну, допустим, фобии и тревогу можно объединить вместе, апатию, депрессию можно вместе объединить где-то, неврозы, раздражители, сагрессия, то есть, это все симптомы, как бы верхушка айсберга, внизу которых лежит что-то большее, да, но вот обычно с такими симптомами люди приходят к врачам, к медицинским работникам, к психологам, ну и, соответственно, можете посмотреть на весь список, он немножечко длинный. Очень интересно, было 6% людей, они сказали, говорили о недоверии к врачам, то есть, люди не доверяют медицинским работникам. Я передаю на следующий слайд. Такой вопрос был, как бы вы описали влияние вашей веры на преодоление трудностей и устойчивость, и влияние вашей веры на устойчивость к проблемам психического здоровья, связанных с вашей профессией, да. 3%, это, по-моему, два человека ответили, что вера никак не влияет на их работу, на профессию, да. И вот интересно, что люди отметили, да, как им вера помогает в их работе, чтение Библии, да, ценность такая, что, вернее, вера помогает им прощать, терпеть, вера утешает их самих, что помогает им в работе. Имаго Дэй это образ Бога, да, когда люди относятся к своим пациентам по образу и подобию Бога сотворённым, да, вера помогает им со стрессом, вера помогает через отношения с верующими, их отношения с другими верующими, христианами, помогает им в работе, их вера укрепляет надежду, в 10% случаев прославление помогает людям, возлагание проблем, отдача проблем Господу, молитва 18%, и эта черта людей в целом сказала, что положительно влияет вера в целом на их работу. вернее не на работу, а именно преодоление сложностей, да. И потом был такой вопрос, какие темы люди хотели бы осветить, и, как видите, это широкий список, естественно, мы просто, если посмотреть на весь этот список, его охватить сложно сразу, но вот в самом низу почти четверть респондентов ответила, что они бы хотели поговорить или осветить тему выгорания, работу со стрессом, депрессию, тревогу, ну, это понятно, потому что это то, с чем обращаются пациенты к медицинским работникам, и у меня вот такое было внутреннее такое чувство, что депрессия, тревога, это не только симптомы, с которыми люди приходят к медицинским работникам, это также является симптомами самих медицинских работников, потому что когда читаешь ответы респондентов, ты понимаешь, что людям сложно, да, то есть сейчас как-то все это конкретизировано в словах, фразах, вот в этом отчете, а когда читаешь то, что пишут люди, ты понимаешь, что людям сложно самим, да, и, соответственно, был вопрос о том, хотят ли люди, в какой форме хотят они занятия, большая часть людей хотят посещать что-то такое интерактивное, да, и формат занятия это вебинар или групповое обсуждение большей частью людей. И когда вот я поделился результатами опроса с Ноэлем, мы так вместе подумали тоже, да, и учитывая не просто желание, какие темы хотят люди осветить, а учитывая то, как себя чувствуют медицинские работники, работники в зерохране, как они себя чувствуют, с какими проблемами они сталкиваются в своей жизни и на работе, то есть мы подумали, значит, о пяти вебинарах, которых хватит, три вот такие темы, да, тема выгорания, тема регулирования конфликтов на рабочем месте и травма, да, то есть первичная травма, вторичная травма и первичная травма, это, когда люди приходят, симптомы травмы, вторичные травмы для тех людей, которые работают с травмированными людьми, они могут травмироваться вторично, да, от травмированных людей. то есть вот это вот так вот коротко о результатах нашего опроса и да если есть вопросы если есть наблюдение звучание пожалуйста смогу остановить это наверное наверное первый вопрос у меня будет какие какие реакции у людей всякие реакции в виде эмоциональных или интеллектуальных мыслей да вот на то что я поделился что вы думаете о том чем поделился было бы 25 процентов до сколько он использует вы слышали вопрос а вы можете чуть погромче сказать насколько много вы используете библию при работе с людьми и библейские принципы а это вопрос непосредственно ко мне это не вопрос по отношению к опросу я клинический психолог которые используют знание опыт науки в работе да то есть я клинический психолог который христианин и которые используют свои знания и ценности в своей вере но в клинической психологии обычно мои ценности в работе непосредственно открыто не имеют прямую роль и воздействие на пациента да то есть я работаю с тем что приносит пациент то как я использую свою веру в работе это мой личный процесс конечно если пациент христианин и пациенту важно говорить о вере и о своей о том что происходит в жизни да это конечно обсуждается но это менее активный процесс моей страны мне всегда интересно как не осозная проблему греха как можно решить последствия греха вот ну как вы верующий человек который осознает что проблема любой ситуации это как будто последствия греха ну я понимаю работу души поопечителя но клинической психолога мне трудно понять как ободрить человеку не говоря о грехе или о последствиях вот это у меня всегда трудно было понять а вы можете представиться как вас зовут и как вас зовут это очень большой вопрос и я просто думаю как коротко на него ответить в рамках вот этой нашей встречи да но это очень большой вопрос который вы задаете клиническая психология позволяет начать работу с людьми там где они находятся они там где я считаю они должны находиться то есть если человек мыслит категориями греха если человек понимает у его мировоззрение есть понятие греха ведь не у всех людей есть это понятие да то есть то что мы говорим грех и нету греха это наше мировоззрение понимание люди живут и работают совершенно различными категориями понимания жизни и ценности и так далее и работа клинической психолога заканчивается не заканчивается заключается в том где встретить человека где он находится и честно говоря я считаю что точно так же бог с нами работает бог нам не навязывает то что мы не можем понять или мы не знаем или же если бог нас учит но бог нас встречает там где мы находимся на том уровне где мы находимся и как мы можем понять в жизни как мы можем понять вещи о жизни и о нем там где мы находимся на уровне своего развития я не уверен смог ли я донести вот эту последнюю свою мысль то есть когда например мы с ребенком не говорим о высоких материй пока ребенок не дойдет до того момента когда он начнет это понимать и точно так же с человеком который приходит на помощь специалисты по психическому здоровью клиническому психологу очень важно позволить человеку понять где он сам находится что он хочет жизни что у него происходит без того чтобы попытаться навязать ему ту систему мировоззрения который у меня у меня находится да понимаете и и да мне кажется это очень важно для любого человека и бог тоже бог точно так же с нами работает бог позволяет нам расти есть вещи которые например есть вещи которые я понимаю сейчас которые я бы не понял бы два года назад даже если вы бы мне это объяснили с теми доступными методами да потому что мне нужно было до этого дойти просто чтобы понять определенные вещи и точно так же в духовной работе вине в душевной работе в работе с душой да то есть есть вещи через которые мы должны пройти чтобы что-то понять и для этого нужно время для этого нужно пространство для этого нужны отношения которые позволят к этому прийти да вот спасибо большое давайте мы спросим вопрос на который нам сказал потому что это важно для нашего региона потому что 61 человека ответили на психические проблемы которые у них есть если проблемы у них есть то я думаю что эти проблемы у нас есть тоже и как решить там были вопросы вопрос я не помню где они ищут помощь то есть были ли у вас вопросы где люди ищут помощи да был вопрос какой у тебя особенный вопрос на этот вопрос потому что у нас в Грузии например провели такой же опрос но среди молодежь и 70 80 даже процентов отвечали что они не знают где найти решение да где попросить помощь куда искать да это 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 важный вопрос конечно нет мы такой вопрос не задавали где искать помощь мы просто хотели узнать есть ли у людей сложности да и вообще обращались ли они кому-либо когда-либо и это важное замечание большая часть ответила что не обращались то есть это может быть потому что нет услуг и это может быть потому что люди как-то об этом не думали или может быть потому что очень часто я сталкиваюсь в работе своей да христиане не любят обращаться за помощью по психическому здоровью да то есть это это тоже вот одна из таких вот категорий людей которые христианская культура даже не докажется в этом случае то что меня волнует это что психическое здоровье проблемами с психическим здоровьем это большая проблема которая где церковь об этом часто не говорит я могу сказать я могу сказать это может быть в Англии где я живу они говорят про anxiety тревога депрессия и так далее нам нужно молиться поститься и все будет хорошо что нужно такими позитивными мыслями думать и я думаю что тот человек который проходит этот процесс просто как он или она выходит из церкви не прямо сможет изменять свои мысли чтобы это все исчезло потому что проблемы остаются и здесь в нашем вопросе у людей на самом деле есть проблемы и там были так много дискуссий в наших WhatsApp группах что это классный вопрос нам нужно больше об этом разговаривать мы видели эти тексты тоже вопросы которые люди ответили что нам на самом деле нужна помощь для этого и тоже почему я использовал слово волнуюсь потому что мы все собирались здесь как лидеры и некоторые из нас может быть знают что у нас есть проблемы с психическим здоровьем и некоторые не знают об этом или не знают что у них есть в городе и это дает или возникает симптомы психического здоровья после этого так что нам нужно помочь и мы рассказали что через эти вебинары мы можем об этом обсуждать и да я просто просто хотел комментировать что на самом деле я думаю что это важная проблема в нашем регионе которую мы не должны как группа лидеров которые собирались здесь ответить на некоторые эти вопросы да однозначно подожду может люди хотят сказать потом я скажу может да роман ближе приди ближе куда ты смотри здесь присаживайся и говори тебя услышат у нас в регионе это роман очень приятно я это роман а не руслан у нас в регионе одна из проблем почему люди не обращаются психологу или это гордость я псих очень популярно потому что я работаю с пасторами и с медиками и замечал что они до того доводят себя что начинают просто пить дома пасторы служители потому что они уже не поддерживают психика потом уже надо их реабилитировать хотя можно было раньше чуть-чуть обратиться то же самое и с медиками многими происходит с христианами и они потом потихоньку и от церкви отходят и от служения это проблема и проблема в том что еще нет настаночества хорошего например у меня был кризис после ковида я не мог возить машину я терялся я ехал на машине и терялся я не мог приехать домой я два часа мог ездить у меня были очень большие психические проблемы я даже пил препараты но мне помогли наставники которые меня освободили от моих ответственности и обязанностей и это мне помогло выйти из этой ситуации я не запил я не закурил ну не слетел со служением меня просто реабилитировали и вот может быть выход в том чтобы у нас было хорошее настаночество поэтому очень хорошее исследование меня огорчает что всего 61 человек у нас полторы тысячи вот если бы сделать это еще раз исследование сейчас все лидеры сидят если бы мы это инициировали и была бы хорошая выборка я думаю тогда это будет очень спасибо вам что вы составили может быть повторно проведет мое предложение более большую массу задействовать и будет это вот и дополнить некоторые вопросы сделать такой серьезный исследование потому что через пять лет это вырастет проблем если этим не заняться может даже уже вырастать хорошо спасибо Роман я правильно слышал имя Роман? да без какого региона Роман вы о каком регионе говорите? Узбекистан Центральная Азия да в Узбекистанах у нас было к сожалению всего один человек был ответил на я это я это говорю я это говорю не с пристыжением конечно не с критикой я благодарен за любое число участников в этом опросе потому что конечно чем больше тем лучше мы будем иметь данные и понимание но тем не менее даже 61 человек какую-то нам информацию тоже дали основная информация в том что у людей есть сложности люди продолжают работать в очень большом высоком режиме устают люди чувствуют что они выгорают и они работают с людьми у которых нужды то есть пациенты люди которые обращаются к ним за помощью и у людей которые предоставляют эти услуги у большинства из них не все конечно у большинства из них нету своих ресурсов о которых вы им говорили нету нету ресурсов которых поддерживают которые им помогают пережить вот эти сложности да и ресурсов много может быть самых разнообразных клиническая психология опять-таки на них клин не сошел со светом это это один из больших ресурсов который помогает людям преодолеть те или иные проблемы да как медикаментозно так и посредством психотерапии да вдобавок ко всем другим да методам Барис Ширин спасибо за исследование ты знаешь я сейчас в Москве хожу в церковь где все очень классно с душепопечительством и есть хорошо развитое служение обучение и то что говорит Нойл в церкви есть культура прийти с душевными проблемами но даже несмотря на это я знаю что если мои медики врачи которые со мной в этой церкви придут и начнут делиться своими профессиональными моментами то скорее всего несмотря на то что большинство пасторов они сами с медицинским образованием они не совсем до конца смогут понять один пример тебе расскажу мы с Дианой ездили на мобильную клинику на новые территории и там очень особое было служение и у нас есть одна девочка которая ушла из педиатрии она выгорела и она сказала что я просто и она ушла в лабораторные исследования в какие-то полностью и я был очень удивлен услышав от нее что после этой мобильной клиники где казалось бы эмоциональный нокаут был настолько большой что просто вот дальше некуда она сказала что я поняла что я хочу вернуться в профессию и я задумался о том что значит есть какие-то рычаги что-то что действует не так прям прямолинейно как нам всегда кажется и многие семинары там обучение по правогоранию которые идут с Америки и с Великобритании они вообще не адаптированы под наших под наш контингент понятно что у нас никто не может взять год на исследование у нас такого нет и легко сменить профессию специализацию мы не можем но вот эта вот проблема мы чувствуем ее что она будет как снежный ком накатывать мы будем терять ребят потому что ну мы вовремя не сможем им дать какие-то инструменты как как это все преодолеть и наверное да было бы очень здорово если бы мы совместно смогли бы сделать вот такое обучение и программу для того чтобы быть готовыми давать хорошие инструменты для тех кто сталкивается с проблемами вот этим именно когда ты начинаешь не только как христианин и как человек сталкиваться с психическими моментами но и как профессионал потому что в первую очередь наши коллеги ждут от нас вот этой помощи а мы порой и не знаем как им правильно помочь да интересно конечно как вот молодого педиатра о которой о которой ты говоришь как у него возникло желание опять вернуться в профессию это замечательно да то есть что-то произошло в этой мобильной клинике что позволило ей как-то воспрямить да хотя вопрос выгорания мне лично знакомы в жизни и многим другим специалистам знакомы в жизни этот вопрос да и это реально это влияет на не только на свое самочувствие это влияет на работу это влияет на отношения с людьми с пациентами это влияет на отношения с Богом даже это многие из нас автопилотом идут в своей христианской вере не до конца понимают что наши отношения с Богом тоже слабевают или теряются где-то просто потому что нам на душе плохо да какой-то причине да и естественно это важно что-то делать с этим однозначно и подумать как можно помочь коллегам в этом вопросе присаживайся здравствуйте меня зовут Рамис из Таджикистана я хотел как бы узнать это проблема эмоционального выгорания это проблема больше на физическом уровне или проблема духовная потому что ну в церкви нас учили если какая-то депрессия проблема иди молись постись и все будет нормально иисус в это более чем достаточно его крови достаточно чтобы избавиться от какой-либо депрессии и в связи с этим думаю думается мне да я конечно как медик я конечно не углублялся в эти все моменты я стоматолог но мне интересно проблема выгорания потому что у меня самого наступало такой период когда ничего не хочется делать все надоело апатия полная но это скорее всего исключение чем правило ну так как бы редко я обычно там какое-то физическое упражнение там бегал прыгал отвлекал себя ну бывают периоды такие когда просто ничего не хочется делать это на физическом больше нужно или это как-то комбинировать спасибо за вопрос рамес и я даже вам скажу более того да вы говорите что вы являетесь исключением да в той ситуации когда вы испытали какое-то выгорание да хотя я не думаю что вы исключение очень многие из нас испытывают это мы просто не говорим друг другу об этом мы как-то многие из нас молча это пытаются пережить или же как-то пытаются компенсировать это чтобы это было незаметно чтобы это не отражалось на работе да то есть с другой стороны мы как-то в тишине или молча страдаем и пытаемся как-то вот надеясь на что-то или вообще не нашли надеемся чтобы этот период жизни прошел да или некоторые люди меняют свою профессию или что-то уходят из церкви или уходят из профессии да и конечно эта профессия она вернее эта проблема она конечно комплексная это не просто проблема физическая да она не связана просто с уставанием физическим переутомлением это связано конечно с эмоциональным и духовным перегружением и когда когда человек не может выполнять свою работу когда человек чувствует себя деморализованным да опять таки в разной степени у разных людей бывает но тем не менее важно понимать когда это происходит да и важно понимать что с этим делать да и гораздо важнее понимать в принципе процесс работы люди этому учатся что сделать чтобы к этому не прийти да то есть для вас физические упражнения они являются какой-то профилактической мерой да вы когда занимаетесь физически как-то вам это помогает да у этого есть разные такие теории почему это помогает тем не менее для себя вы это знаете да и опять таки да это 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 комплексная проблема которой нужно задуматься я даже думаю изначально для того чтобы помогать коллегам или людьми с которыми вы работаете как лидеры может быть было бы неплохо обсудить это как лидерам да что происходит чтобы лидеры имели понимание например если мы говорим о выгорании что такое выгорание лично у меня что такое выгорание в моем регионе у моих коллег да и что с этим можно делать Вечер, мы с вами знакомы, я там-то из друзей, я продолжу вопрос, вот мне интересно, выгорание вызывает депрессию или депрессия вызывает выгорание? Да, это интересный вопрос, конечно, и сложно на него ответить, потому что есть и это направление, и другое направление, когда мы в депрессии, когда наша депрессия, она не адресована, когда мы не уделяем внимания своей депрессии, то она, естественно, может привести к выгоранию, а выгорание – это более комплексное такое понятие, где человек может иметь депрессию, когда у него выгорание, а может и не иметь депрессию, когда у него выгорание, просто на таком большом уровне у него нет интереса к жизни, у него нету к интересу работе может быть даже каких-то диагностических критериях если посмотреть там таких выраженных симптомов депрессии нету но конечно какая-то апатия безразличие к работе к жизни к людям с которыми ты работаешь есть наверняка есть какая-то депрессия однозначно ира ты могла отсюда говорить спасибо за презентацию такой вопрос вот мы много о всем говорили кажется мы уже обозначили проблему что проблему существует у милинских христиан и сколько вы говорили процентов сказала что да у них есть по времену 60 секунд скажу точно проблема она очень актуальная и вы тоже уже обсудили с Марисом тоже Роман я думаю тоже сказал что мы вы хотели помочь и вы тоже отметили что нужно подумать как помочь и я тоже знаю из своей практики много моих коллег медиков христиан они с этим сталкиваются они не знают куда идти кому обращаться тоже пасторам либо к душ-попечителям в церкви они так не поймут мы тоже сказали что мы медики у нас особый контингент идти к клиническому психологу светскому опять же из культурных наших особенностей не все пойдут просто все они скрывают внутри они где-то делятся всеми делятся подругам друзьям и так далее что мы как находящиеся лидеры и вот вы специалист можем сделать в этом отношении не знаю моё предложение замечаем может какая-то онлайн-консультация бесплатная либо организовать такой пул психологов христиан которые могли отказываться вот таким языком на территории Евразии онлайн-консультации я думаю было бы очень актуально если бы мы тоже сделали такое мероприятие и думаю если бы мы дали знать в наших группах многие бы отвечают спасибо спасибо Ирина вы откуда я только не раз слышал Беларусь 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 Знаете это важно то о чем вы говорите и предложения которые вы предлагаете они очень важны мне даже кажется здесь изначально нужно немножко отойти назад и подумать о том как мы как лидеры как мы смотрим на проблему людей как мы понимаем проблему людей то есть если мы считаем что если у кого-то депрессия все что они должны сделать просто политься побольше и побольше или прославлять Бога побольше то нам в таком случае нам нужно что-то понять для себя потому что когда у человека депрессия опять-таки я не заезжаю мы молитвы чтение Библии и прославление это крайне важно тем более для духовного человека но когда как нами сказал что вот есть такое учение это было до сих пор продолжать в многих церквях что ты новое творение у тебя все позади осталось у тебя никаких проблем не должно быть нужно радоваться Господу и прославлять и все тебя пройдет это все правда да это все так и есть и с другой стороны когда у людей возникают сложности когда у людей возникает реальная клиническая депрессия когда у людей возникают симптомы тревоги все остальное да им нужно еще что-то помимо этого то есть я к чему все это говорю я говорю что возможно может быть как лидером нам нужно просто поговорить и понять обсудить вопросы да по что мы верим и что мы не верим считаем ли мы что допустим как можно помочь жизнь с выгоранием с помощью можно ли обратиться не к христианскими психологами почему мы боимся обратиться к христианскому психологу когда у нас живот болит мы же идем к врачу и мы не спрашиваем христианский врач или нет мы просто доверяем его клиническим знанием мы пытаемся найти хороший это врач или нет здесь вопросами душепопечительства и психологии конечно сложнее да мы больше беспокоимся о том кому мы пойдем к христинину пойдем или не к христинину пойдем и так далее то есть я остановлюсь я просто хотел сказать что наверное нужно подумать о том как наверное лидером решится и понять как мы относимся к вопросам психического здоровья сами и для того чтобы понять как организовать помощь людям с которыми вы работаете как лидеры моя идея понятна точно точно так же как книга в самом начале сказал зачем как можно помогать будем если не сказать людям что твоя проблема вся в грехе да то есть это в принципе понятное понятное отношение идея но она не всегда помогает людям в их проблемах да то есть есть что то еще что люди могут использовать для того чтобы понять вообще что с ними происходит да и что с этим делать вы услышали грех влиять на наши отношения эмоции грех влияет на наши эмоции на наши мысли безусловно но на наши эмоции и на наши мысли влияют и отношения с людьми влияют и какие-то физиологические процессы в нашем теле да то есть это если это не учитывая то мы можем просто упустить что-то очень важно например если людей конфликты на работе и они из-за этого в стрессе из-за этого они не хотят ходить на работу или из-за этого качество их услуг снижается понятно что глобальная глобальная здесь проблема это грех да потому как как мы видим этот мир как мы видим создание падение этого мира да с другой стороны есть конкретные вещи с которыми люди работают конкретные вещи под которыми под воздействием которых люди находятся если на них не обращать внимание то мы просто можем упустить и часто пускаем церкви да мы можем упустить то что реально перед носом у людей и это не меняется да то есть и соответственно поэтому отношения у людей между людьми ухудшаются поэтому люди бывают попасть и выгорают и так далее да 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 я думаю что у Романа есть вопрос шире и потом я думаю что мы должны обсудить следующие шагов которые мы должны придти чтобы у нас был какой-то респонс к этому опросу, чтобы мы начали... Мы можем это повторить, как Роман предлагал, но я думаю, что смысл понятен, что есть проблемы, и мы можем много исследований провести, и опросы провести, и я думаю, что мы те же ответы найдем. Здесь люди кричают, что у них проблемы, так что давайте мы сделаем интервенцию. Мы должны intervenir на то, что люди говорят, потому что сервей будет нам дать нам же ответы. У меня есть комментарий по поводу, почему бы не обратиться к средствам психологов, потому что у нас на территории Евразии постера сформировали такое мнение негативное психологи, во-первых. Во-вторых, есть же evidence-based, как доказательные методы, я слышал, когнитивно-поведенческие, да? Может быть, вы тоже что-то добавите о том, какие методы приемлемы для нас как христиан, и мы можем, например, постерам сказать, что вот такой метод там применяется, там нет ни чего плохого, вредного, и какой-то такой совет может быть сделать какой-то такой, вот тот же самый вебинар, или сделать какое-то видео, или в какой-то написанном формате что-то, что мы можем тоже применять в работе с пациентами. Да, да, Роман, спасибо. Я думаю, в самом начале нужно отметить, что профессиональный психолог, неважно, христианский он или же светский он, то есть профессиональный психолог он работает с ценностями, с которыми приходит человек к нему. То есть я психолог, и я христианин, то есть ко мне приходят люди с самыми разными историями, с самыми разными background, да, то есть с самых разных ситуаций жизни и различными религиозными исповеданиями. Работа психолога, она, как я просто повторяюсь, профессиональный, правильно подготовленный психолог, он будет работать с тем, с чем человек к нему приходит. Вот это крайне важно понять. То есть светский психолог, он не будет менять мышление христианина и не будет ему говорить, что твоя вера плохая. То есть для начала нужно понять, почему боимся пойти к психологу вообще, первое, большой вопрос. И второй вопрос, почему боимся пойти к светскому психологу, да. И вот когда мы будем знать ответы на эти вопросы, мы можем понять, что вообще эти ответы означают, да. Откуда они происходят. Одна из причин, почему люди боятся пойти к светскому психологу, это потому что он будет влиять на наше вероисповедание, он будет нам говорить, что наша вера плохая, он будет учить каким-то мирским методам понимания и работы с проблемами, которые противоречат христианским методам, да. В принципе, страх – это опасность. Мне безосновательно понятно, что люди дорожат определенными вещами, и поэтому они так думают. С другой стороны, профессиональный психолог никогда не будет никого переубеждать и никогда не будет учить чему-то, чего человек не хочет. То есть это не входит в обязанности профессионального психолога. И второе – если я уверен в своей вере, если у меня есть мои реальные отношения с Господом, да, если мое мировоззрение, оно меня устраивает, то кто может просто поломать это и просто насильно это изменить, если даже так грубо думать об этом, да. То есть это моя вера, верно? И, конечно, с этого надо начать. Психология, она может помочь любому человеку, и тем более христианину, помочь понять, что внутри происходит и как более открыто и более в аутентичной форме приносить себя Господу. Потому что очень часто мы себя до конца хорошо не знаем, да. А профессиональная, хорошо проведенная психология, она помогает человеку глубже себя понять и быть более открытым не только самим собой с другими людьми, но и с Богом тоже. То есть это очень интересная вот такая вот трансформация людей происходит, да, когда они занимаются познанием себя, да, и, конечно, когда они приглашают Господа в этот процесс. То есть, естественно, Господь открывает многие вещи не только духовно, но и эмоционально, да. Потому что у нас, да, грех, он натворил кучу всего в жизни, и однозначно после того, как мы стали христианами, наша память, она не стерлась, наши травмы, они не стерлись. Это все имеет влияние какое-то на нас, да, и мы это все несем как-то. Вера нам помогает во многих вопросах, но как люди мы все-таки имеем последствия того, что с нами произошло, как это на нас влияет, да, и, соответственно, правильно проведенная психотерапия или психология, она позволяет быть более интегрированными, более открытыми, полноценными личностями, что улучшает отношения с Богом и с другими людьми. Ширин, но мы здесь столкнемся с одной простой проблемой. Ты говоришь, профессиональный психолог и правильная консультация. А я тоже, знаешь, скажу, грамотный пастырь с хорошим образованием. Вот это вот но, которое мы встречаем, что большинство пастыров, которые говорят, что депрессия лечится только постом и молитвой, они плохо учились, когда их учили в семинаре. Ровно как и большинство психологов, которые не должны влиять, как ты правильно сказал, профессионально, они влияют. И мы сталкиваемся с вот этим бэкграундом, с людьми, которые сходили, обожглись и пришли сказать, да мы больше вообще ни к кому и никуда. Но они смотрят на нас с надеждой. Но вы же не просто вот, вы и врачи, и христиане. Неужели вы не можете помочь? И вот здесь вот как раз, ну, мое право, что нам надо какие-то ответы давать. Потому что их от нас ждут. И это, наверное, потребует несколько бесед, да, вам в частности, чтобы понять. Потому что это большая проблема и непростые ответы, да. Нужно немножко подумать над этим всем. С чего начать? Какой следующий шаг? С чего начать? Психологию изучать. Я думаю, опять-таки, конечно, вы поговорите об этом. Просто до того, как я уйду, я знаю, что у нас время сейчас заканчивается у меня с вами, да. Я просто думаю, наверное, подумать, как можно быть более открытым к вопросам профессионального душепопечения, да. И Марис, ты абсолютно прав. Если бы церковь делала то, что она должна делать, то, наверное, нужды в психологах было бы меньше, да. Потому что то, как, к сожалению, некоторые руководители церквей ведут служение, это не помогает людям, у которых есть свои сложности. Я тоже буду об этом думать, и параллельно я все-таки думаю, очень важно поменять подход, да. Подумать, как поменять подход не только у людей, с которыми вы работаете, а также у лидеров. То есть все лидеры понимают, что в регионе у работников есть проблемы с физическим здоровьем, и это нормально понять, как помочь им, да. То есть что-то нужно им сделать, как-то им нужно помочь, и может ли как-то клиническая психология помочь в этих вопросах, да. То есть это не страшно, если клиническая психология поможет. Просто, да, как к этому прийти, нужно надо подумать немножко. Наверное, long story short, или если коротко сказать, просто нужно подойти к этому как к какому-то… Я по-русски разучился говорить, подойти к этому как найти общий знаменатель, да, то есть как лидеры, то есть как мы относимся к вопросам психологической помощи в нашем регионе. Не просто духовная помощь, только коем-то, что очень важно. Я уверен, что вы знаете, как это предоставить, а вот как помочь людям психологически. Верим ли мы в это? Открыты ли мы к этому? Хотим ли мы это? Это такие простые вопросы. Хорошо, Ширин, спасибо большое за это время. Я думаю, что мы распространяем ответы к нашим лидерам, чтобы они тоже посмотрели. Если ты сможешь отправить мне эту презентацию, я отправлю нашим коллегам, которые здесь присутствуют. И дадим шанс ответить после этого вебинара. У нас будет время немножко сегодня и завтра, середину некоторых. Так что мы обсуждим и еще дадим некоторые недели дать респонс на это. И потом мы решим, как мы идем дальше. Но вообще мы хотим провести с Ширином вебинары, где люди могут слышать о некоторых темах, которые мы видели сегодня, иметь обсуждение в маленьких группах, которые некоторые хотят такое обсуждение иметь. И потом мы в будущем можем этот материал использовать как курс для ICMD в Бразии. И мы можем развивать на это, изменять курс, зная нужда, разные нужды, которые есть в нашем регионе. Я думаю, что мы должны начать где-то. Я думаю, что у нас нет ответов на все эти вопросы. Я думаю, что никогда у нас будет ответов на все эти вопросы. Но я думаю, что мы на одном уровне сейчас находимся, где мы видим, что есть нужда и нужен респонс. Я думаю, Нойля, абсолютно верно. То, что ты сказал, это очень просто и верно. Нужно начать с чего-то простого. Из чего-то начать. А уже по ходу дела будет яснее, как люди откликаются, помогает это людям или нет, что люди хотят еще, открыто ли люди говорить более о других своих сложностях и проблемах. И по ходу дальше можно понимать, что происходит и что делать. Спасибо большое. Вообще-то, я думаю, это уже хорошее начало. Мы до этого вообще не думали, но теперь уже начнем думать. Начнем насчет этого действительно. Это, оказывается, очень важный вопрос. И мы должны уже думать, если мы хотим действительно помочь и душе, и духу, и телу нашим ветеранам. Спасибо вам. Абсолютно. Вам спасибо. Спасибо. Я презентацию пошлю к Ноэлю, и он распространит, чтобы у вас тоже перед глазами были данные. Я извиняюсь, Ирина. Можно еще предложение, замечание? На основании вот этого опросника и на основании сегодняшней нашей дискуссии сделать какое-то мини-заключение, чтобы мы могли поделиться в наших группах. Вот, например, в Беларуси я видела там, конечно, маленький процесс, но я помню, мы давали несколько раз объявления, чтобы участвовать в вопросе. Вот, если мы, как говорится, raise concerns, если мы напишем, что вот такие проценты люди сказали, что у них есть проблемы и, возможно, кто-то заинтересуется, кто-то будет более открыт к тому, чтобы искать помощь. Да, я думаю, обратная связь это очень хорошая идея, и мне кажется, что все люди, которые, точнее, я считаю, что все люди, которые ответили на эти вопросы, как минимум эти люди должны получить результаты этого вопроса, чтобы они видели вообще, что произошло в результате этого вопроса. Поэтому я предлагаю, чтобы Ноэль поделился не только с людьми, которые ответили на эти вопросы, но также с вами, и вы можете поделить это с тем, с кем вы считаете нужным, чтобы люди могли непосредственно сами видеть цифры и сделать свои выводы. Это классные предложения, спасибо. Я записал этот вебинар, кстати. Так что мы отправим, мы поставим это, на самом деле, на нашем YouTube-канале, если это возможно. И пусть люди слушают эту дискуссию. И даже, может быть, не возникает никакого способа посещения этих вебинаров, которые мы планируем, но, может быть, они в своих маленьких группах начинают обсуждать это, начинают искать литературу, ищут ответы на эти вопросы в Библии и так далее. И мы тоже распространяем результаты тоже. Значит, вебинар и результат вместе мы распространяем и посмотрим, как люди реагируют. Да, даже можно не статью, а буквально вот одно сообщение, которое можно будет поделиться от мессенджера, чтобы люди коротко-то читали, усвоилась информация в голове, и потом они куда-то свободны. Вы какое-то заключение хотите, да, более короткое, чтобы просто поделиться? Три-четыре предложения. Или три-четыре абсценты. Хорошо, я напишу. Короче, Шерин, люди не любят читать много и слушать долго. Да, да, да. Это помимо поколения шорцев и реакции. Спасибо большое еще раз. Мы будем молиться и брать ромист для нас, для тебя и для всех, которые чувствуются молиться. Спасибо. Спасибо взаимно. Всего доброго. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим тебя за сегодняшнюю дискуссию, за информацию. Мы понимаем, что мы видим, как бы сплоть тускло стекло сейчас, гадательно, многие вещи сокрыты. Ты, пожалуйста, Господь, даруй нам мудрости, открой нам тайны, как помогать целостно человеку. Я благодарю тебя за Шерина. Благослови его, Господь. Сохрани от всякого рода зла, Господь. Открой все пути и дороги, умножай его познание еще больше. Наполни силой Святого Духа. Благослови, чтобы через те дары и таланты, которые ты ему даровал, чтобы многие люди исцелялись, обретали Господа, обретали Христа. Я молюсь за наше движение, за всю команду АСМДА, Господь. Благослови каждого особой мудростью, дай нам новые идеи, как помогать церкви, как помогать людям. За все тебе честь и хвала, я буду прославлено в твое имя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Большое спасибо. Большое спасибо вам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok